Вопрос строительства нового корпуса школы назрел давно. Этот район развивается и растет. Растет и число детей, которым нужно где-то учиться. Старое здание рассчитано на 520 учеников, однако сегодня его посещают почти вдвое больше. Кроме того, старому корпусу почти 60 лет. Благодаря новому строению получится перевести детей на обучение в одну смену. Его вместимость почти 530 мест. Была мысль в старом корпусе оставить маленьких деток в начальную школу, а сюда перевести среднее и старшее звено. Но школа так сконструирована, построена, что целый блок отводится на начальную школу. И, конечно, там все приспособлено для детей младшего школьного возраста. И парты, и умывальники, и унитазы. Ну, все, что нужно. Сегодня здесь большие и светлые классы по 60 квадратов. Всего около 30, плюс 12 профильных кабинетов. Кружковые и административные. Есть медблок и даже комната психологической разгрузки. Два спортивных зала, большой и малый. И впервые у 22-й школы появился собственный актовый зал на 318 мест. В новой построенной столовой теперь будут готовить пищу для школьников. Раньше в учебные заведения доставляли практически готовые блюда. Полноценное возведение нового здания стартовало в январе 2018 года. Как говорит застройщик, в ходе строительства возникали сложности из-за отсутствия утвержденных экспертизы изменений в ПСД. На сегодня все основные работы завершены. Для безопасности изменения произошли и вокруг школы. У нас была перемещена остановка автобуса, который у нас останавливался раньше немножко в неудобном месте. Перенесен светофор. Активно здесь у нас помогала городская администрация, которые в оперативном порядке решили этот вопрос. И для того, чтобы у нас все-таки эта программа дальше работала в таком же виде, мы теперь работаем с администрацией по благоустройству территории по улице Ленина. Сейчас рабочие наводят лоск. Известно, что принять детей школа будет готова уже 1 сентября. А на торжественную линейку в отстроенном здании приедет губернатор при Амуре Василий Орлов. Саму школу оборудуют видеонаблюдением. В общей сложности планируется установить 96 камер. Из них 22 наружные и 74 внутренние. Поставка оборудования предусмотрена в этом году. Старое здание тоже изменится. Подготовлено смета, выделены денежные средства. Начало ремонта планируется на конец мая. Денис Фериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.